Говард Филлипс Лавкрафт Кошки Ультара Рассказывают, что в городке Ультар, лежащем за рекой Скай, запрещено убивать кошек. И глядя на кота, который мурлыча греется у камелька, я думаю, что это мудрое решение. Ведь кот – загадочнейшее существо, он посвящен сокрытой от человека тайны, он душа древнего Египта и единственный свидетель существования давно забытых городов – Мироя и Афира. Он родственник властелина джунглей и посвящен в тайны древней и загадочной Африки. Сфинкс – его кузен. Они говорят на одном языке, но все же кот старше Сфинкса и помнит такое, о чем тот давно позабыл. В Ультаре еще до выхода указа, запрещающего убивать кошек, жил старик-крестьянин с женой. И ничто им не было так любо, как изловить и погубить соседскую кошку. Трудно сказать, зачем они это делали. Разве что были из тех, кто не выносит кошачьи вопли по ночам. Кого передергивает при мысли, что кошки, крадучись, бродят в полночь по дворам и садам. Так или иначе, старики с удовольствием заманивали в западню и убивали каждую кошку, имевшую несчастье приблизиться к их жилищу. А по разносившимся ночью воплям соседи догадывались, что конец животных был ужасен. И все же никто не заговаривал об этом со стариками. Слишком уж невозмутимое выражение хранили они на своих лицах, да и жили на отшибе, в маленькой хибарке под развесистыми дубами. А если уж говорить на чистоту, то хотя кошачьи хозяева и ненавидели эту парочку, но еще больше боялись и вместо того, чтобы как следует проучить жестоких убийц, старались следить, чтобы их любимцы не бродили поблизости от уединенной хижины под густыми деревьями и не ловили там мышек. Когда все же случалось непоправимое, и кошка пропадала, владелец, слыша после наступления темноты вопли несчастной твари, бессильно плакал или же возносил хвалу богу за то, что такая судьба не постигла его ребенка. Ведь жители Ультара были простыми людьми и не знали всю славную родословную кошек. И вот однажды диковинный караван с юга вступил на узкие, мощенные булыжникам улицы Ультара. Темнокожие путешественники отличались от обычного бродячего людо, что проходил через деревню дважды в год. На рынке они предсказывали за деньги судьбу и покупали яркие бусы. Никто не знал, откуда родом эти странники. Но молились они как будто чудно. Да и повозки их украшали странные фигуры с человеческим торсом и с головами кошек, соколов, баранов и львов. А голову предводителя каравана венчал двурогий убор с загадочным диском посередине. Ехал с этим удивительным караваном маленький мальчик. Не было у него ни отца, ни матери. А был только крошечный черный котенок, которого он очень любил. Жестокая судьба подарила мальчику это маленькое пушистое существо, дабы смягчить боль всех утрат. Когда ты юн, взирать на резвые шалости своего черного дружка – большая утеха. Поэтому мальчик, которого темнокожие люди называли Меносом, играя с грациозным котенком в углу диковинно разукрашенной повозки, смеялся чаще, чем плакал. На третье утро пребывания каравана в ультаре котенок исчез. Менос горько рыдал. И тут кто-то из жителей рассказал ему о старике и его жене, и о том, что сегодня ночью из-за хижины опять доносились страшные звуки. Услышав это, мальчик перестал рыдать и призадумался. А потом стал молиться. Он простер руки к солнцу со словами молитвы на незнакомом языке. Впрочем, жители городка и не пытались разобрать слова молитвы. Их взоры устремились к облакам, которые стали принимать удивительные очертания. Странно. Но с каждым словом мальчика на небе возникали неясные призрачные фигуры экзотических существ, у венчанных коронами с двумя рогами и диском посередине. Природа часто дарит людям с воображением удивительные картины. Той же ночью странники покинули ультар, и никто их больше не видел. Одновременно в городке исчезли все кошки, что привело в отчаяние их хозяев. Никто больше не мурлыкал у камелька. Пропали большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый бургомистер Кринон был уверен, что это темнолицые люди увели с собой кошек, чтобы отомстить за котенка Менеса, и громко проклинал и караван, и самого мальчика. Но по мнению тощего нотариуса Нита, здесь скорее замешаны старый крестьянин и его жена. Их ненависть к кошкам с течением времени, казалось, лишь возрастала. И все же никто не осмелился открыто расспросить о случившемся зловещую чету, хотя маленький Атал, сын хозяина гостиницы, клялся, что видел собственными глазами, как в сумерках все кошки ультара, медленно и торжественно выступая по двое, словно совершая неведомый ритуал, постепенно окружили проклятый дом под деревьями. Жители сомневались, можно ли верить такому малышу, и хотя подозревали, что старые злы дни замучили животных до смерти, все же предпочли не связываться с ними, пока не встретят старика где-нибудь подальше от его чертова подворья. Наконец весь ультар, мучаясь от бессильной злобы, забылся тяжелым сном. А утром, когда проснулись, бах! Все кошки снова грелись у печурок, все были на своих местах, большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Они вернулись домой, отяжелевшие и лоснящиеся, и громко мурлыкали от удовольствия. Удивленные горожане, толкуя о случившемся, не знали, что и думать. Старый Кринон твердил свое. Это де, темнолицей увели животных. От старика и его жены кошки живыми бы не вернулись. Но удивительнее всего, по общему мнению, было то, что блюдца с молоком и кусочки мяса стояли нетронутыми. Кошки ультара не притрагивались к пище целых два дня, а только дремали у печки или грелись на солнышке. Лишь неделя спустя горожане заметили, что по вечерам в окнах дома под дубами не загорается свет. И тогда тощий Нит напомнил им, что с того дня, как пропали кошки, никто не видел старых злых дней. Еще через неделю бургомистр переборол страх и постучал в дверь жилища, исполняя свою обязанность служителя власти. Но из дома не донеслось ни звука. Впрочем, бургомистр не забыл захватить с собой кузена Шенга и резчика по камню Тула. Когда же они, взломав ветхую дверь, проникли внутрь, то увидели только два дочисто объеденных скелета, доползающих в темных углах тараканов. Среди жителей Ультара было много всяких толков. Следователь Зад обсудил происшествие во всех подробностях с тощим нотариусом Нитом, а потом засыпал расспросами Кремона, Шенга и Тула. Затем все вместе еще раз с пристрастием допросили маленького Атала, сына хозяина гостиницы, дав ему в награду леденец. А после этого долго судили, доредили о старике-крестьянине и его жене. И в конце концов бургомистр издал памятный указ, о котором рассказывают торговцы в Хатеге и путешественники в Нире. А именно, никто в Ультаре не смеет убить кошку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok